Ну а мы же приступаем. Ссылочка на страницу регистрации будет в описании под видео. Когда вы по ней перейдете, вы попадете на главную страницу сайта. После этого вам нужно нажать кнопку «Создать аккаунт». Далее, в первое поле нужно ввести адрес вашей действующей почты. После этого мы вводим код с картинки. Нажимаем «Создать аккаунт». Теперь от нас требует ввести код подтверждения, который должен прийти на почту, которую мы вводили чуть ранее. Итак, возвращаемся в нашу почту и открываем вкладочку с кодом. Копируем его. Что-то мышка у меня не слушается. Возвращаемся на страницу регистрации, вставляем код и нажимаем «Далее» «Создать аккаунт». После этого система предлагает вам созданный ею пароль. Мой вам совет – вводите пароль самостоятельно, придумайте пароль, который вы сможете вспомнить. Естественно, лучше его сразу будет записать. Ну, давайте введем какой-нибудь пароль. Допустим, вот так. Далее нам нужно будет повторить этот пароль. После этого вы должны придумать какое-то секретное слово. Для чего это нужно? Если в дальнейшем у вас не получится зайти в свой аккаунт, в свой кошелек, либо вы забудете пароль, то при помощи данного секретного слова вы сможете восстановить доступ к своему кошельку. Давайте, наверное, сделаем вот так. Если система пропустит. Так. Имя аккаунта. П, английская. И вы видите набор цифр. Это и есть имя вашего аккаунта. То бишь, имя вашего PR-кошелька. Сразу, еще раз вам рекомендую записать все эти данные, либо сделать скриншот и сохранить, чтобы вы ничего не забыли и не потеряли. После всего сделанного вы нажимаете кнопку «Далее». Ага, верхний регистр, пароли. Хорошо. Сделаем вот так. Нажимаем «Далее». Далее от нас требуется ввести имя. Давайте, допустим. Вводим имя. Я ввожу на английском языке. Далее выбираете свою страну проживания. И нажимаем кнопочку «Готово». Все. По сути, ваш кошелек создан. Здесь система вам еще раз напоминает о том, что вы должны сохранить все данные, которые вы указывали при регистрации. Если вы это уже сделали, вы нажимаете кнопочку «Я сохранил». Итак, регистрация закончена. Перед вами открывается... Сейчас попробуем сделать... Вот так, чтобы было удобнее видно. Перед вами открывается главная страница кошелька. Вверху вы видите, опять же, номер своего счета. Он также является логином при входе в ваш кошелек. Вы можете смело передавать этот номер другим людям для осуществления различных операций. Ну, к примеру, если человек вам должен перевезти деньги, то вы ему отправляете полностью вот этот номер. И человек осуществляет перевод. Либо указываете этот же номер счета на каком-то сайте, откуда вы собираетесь выводить деньги на пейер. Что примечательно, если человек, к примеру, вам будет переводить сумму в рублях, вы указываете этот номер или передаете его человеку, и сумма будет зачислена именно вот на этот ваш рублевый баланс. Если человек будет переводить вам евро, вы опять же передаете именно вот этот номер этому человеку, и евро будут зачислены уже на баланс евро. Так же с долларами. Здесь так же представлены криптовалютные кошельки. В общем, система максимально удобна для пользователя. Я, в принципе, пользуюсь практически всегда только пейером. Потому что очень удобная система платежная. Помимо всего вышесказанного, здесь вы можете осуществлять обмен внутри вашего кошелька. Допустим, у вас на счету есть определенное количество сатоши, и вы хотите эти сатоши обратить в доллар. Пожалуйста, выбирайте номер счета своего, который есть у вас в PR-кошельке. Выбирайте долларовый счет, указывайте сумму, нажимайте кнопку «Обменять». В течение секунды у вас происходит обмен. Вкладочка «Истории». Здесь будут показаны все транзакции, которые будут производиться внутри системы, внутри вашего кошелька. Здесь вы можете перевести с пейера на другие различные платежные системы, средства. Как видите, выбор большой. Здесь есть и банковские карты, и можно переводить на мобильную связь, международные переводы, криптовалюта, а также кошельки других платежных систем. Очень удобно. Можно пополнить счет PR-кошелька, опять же, при помощи различных платежных систем, либо различных банковских систем. Можно выбрать темную версию, по желанию, можно светлую. Это просто желаю криппу. ự Harsh чёрнёт и моск cast и